Братья и сёстры, миро! Бог даровал нам ещё одну возможность, даровал силы, здоровье, прийти на это место. Скажем, слава Ему! Уже некоторое время в нашей церкви идёт учение о спасении. Это некоторое время можно примерно месяц. Я считаю, что тема спасения должна волновать не месяц нас, не год, а всю нашу сознательную жизнь. Тема моего спасения или моё спасение меня должно волновать всегда и везде. Тема нашего спасения должна волновать нас всегда и везде. Я читаю место священного писания, записанного в послании к евреям, глава 9, стих 28. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Из этого стиха у меня возникает вопрос. А что будут неожидающие спасения? Сочтение писания говорит «будут». Как-то на этом месте однажды брат привел пример, шло молодежное собрание, нашлись братья молодые, взяли трубы, поднялись на крышу, взяли микрофоны, затрубили трубы и начали читать место священного писания, относящиеся к второму пришествию Иисуса Христа. Те, кто был внизу, не знали, что это розыгрыш. Затрубили трубы, читаются места священного писания, те, кто внизу, впали на колени, начали молиться, начали просить Бога о покаянии, о прощении грехов. Вы знаете, сказали, что розыгрыш удался, потому что те, кто были внизу, каялись. Возможно, кому-то и надо было каяться. Я тогда, когда брат здесь, стоя на этом месте, рассказывал этот пример, я думал, а что бы было, если бы так сделали с нами? Не знали, что нас розыгрывают. Зазвучали трубы. Прочитались места священного писания, относящиеся к второму пришествию Иисуса Христа. Я думаю, мы тоже упали бы на колени. И тоже просили Бога о побиловании, просили о прощении. Мы бы каялись. Возможно, розыгрыш бы удался. Но Писание говорит, что это будет не розыгрыш. Это будет реальность. Правда, не все верят, что это будет реальность. Те, кто сделали этот розыгрыш, те были довольны. Я вспоминаю, брат, прошлую субботу рассказал, как он готовился к крещению и как он покаялся. У каждого свой путь. И каждого Бог ведет своим путем. Я стоя на этом месте два раза рассказывал свидетельству, как Бог, так сказать, поставил меня в такие обстоятельства, куда я покаялся. Хотя я готовился к крещению. И когда я готовился к крещению, я совершил был достойный плод покаяния. Но Бог меня остановил. И я помню тот момент, когда Бог поставил меня в реальное место, это было в нашем селе, сейчас я это не буду вспоминать. И когда возле меня не стало моего друга, я видел других людей, которые шли впереди сбоку меня, я услышал страшные слова. Я прочитаю это место, это Евангелие от Мавтея, 24, глава 41, 40 и 41 стих. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Два милющие на Жерновых, одна берется, другой оставляется. Мне тогда было страшно. Это было для меня так реально, как я вижу вас, и вы видите меня. Но я, смотря на себя сбоку, увидел еще нескольких людей, которые слышали голос. Но я тогда понимаю свое безысходное положение. Я пропал. Я не попаду в царство, не готовится погибель. Возврата нет. Я ходил зад вперед, я опиял, я кричал, я сказал, Боже, я не хочу оставаться. Написано, один берется, другой оставляется. Что делать, Господи? Бог не показал мои грехи, я тогда покаялся. Ночью. Слава Ему. Я задаю вопрос с прочитанного места священного писания. Оставляется для чего? Свою тему я назвал «Если не спасение, то что?» Я не хотел бы это озвучивать, то что? Я хотел бы всем на спасение. Потому что сегодня, как было читано прошлую субботу, и сегодня уже было читано то место, минувало лето, прошла жатва, а мы не спасены. Ну, мы не спасены. Разве можно сказать, что я не спасен, вот как хорошо? Или это плохо? Я задаю вопрос, это благословение или проклятие, когда человек остается? Я думаю, что тот, кого Бог взял, это благословение. Я думаю, спорить не будем. А для чего оставляется? Разве можно говорить, что вот прошла жатва, а мы не спасены? Ну, и хорошо. Для тех людей, для тех душ, куда был этот розыгрыш, они, наверное, понимали, что пришло второе пришествие Иисуса Христа. Они еще его не увидели, но не поняли, что надо каяться. Я хорошо понимаю тех родителей, куда их записки звучат примерно так. Братья, сестры, церковь, помолитесь за моего сына, помолитесь за мою дочь, чтоб она встретилась с Иисусом Христом, чтоб она встретилась с Богом. Я очень хорошо понимаю этих родителей, потому что эти родители знают хорошо, что если их сын, их дочь встретится с Иисусом Христом, эта душа будет спасена. Я желаю прочитать те места, некоторые есть вященном Писании, которые были прочитаны прошлой субботой, и когда была проповедь на утреннем служении, у меня возникли некоторые вопросы, возникли некоторые мысли, и я желаю с ними поделиться. И задавая нам вопросы, я бы хотел подумать, как мы, каждый из нас, относится к своему спасению. Это первое послание к Тимофею, 2 глава, 4-5 стих. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли по стадии истинным. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Второе место, это всем знакомый стих, говорят в золотой стих Библии, Евангелие от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал в этот мир Сына Своего Единородного, дабы, верующие в Него, не погиб, повторяю это слово, не погиб, но имел жизнь вечную. Еще одно место процитирую, это деяние, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы спастись. Возможно, сегодня люди ищут что-то или какое-то другое имя, или что-то желают сделать, чтобы через свои дела, свои поступки наследовать жизнь вечную. Но возможно ли это так? И было сказано прошлую субботу, что человекам это невозможно, что человеку невозможно самому спастись без Бога. И были приведены так бы сказать основные три пункта, которые нужны для нашего спасения. Нет, я не повторяю ту проповедь, которая была сказана. У меня свои мысли, свои вопросы. Об очищении через Слово Божие Второе Дух Святой, Христос, Бог и Третья Чаша Господня. Я бы хотел обратить наше внимание на второй более пункт, когда говорилось и читалось, что Христос вас, Бог вас, Дух Святой вас. Я опять задаю вопрос в прочитанной главе тогда. Про то было сказано, что ветхий завет заканчивается словом проклятие. А для кого это было проклятие? А для кого это будет проклятие во второй раз, когда Иисус Христос явится? Или это будет благословение для всех? Я не говорю о тех, кто в мире. Я не говорю о тех, которые не знают и не читают Священное Писание. Ибо так Бог возлюбил мир, что послал этот мир Сына Своя Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, не имел жизнь вечную. Так опять я задаю вопрос. Это проклятие или благословение? Неужели можно говорить о летке благоприятном, о прошедшей жатве? Ну и что, если я не спасен? Я не думаю, что мы так можем спокойно рассуждать. Я не спасен. Мы можем спокойно еще рассуждать. Мы что-то потеряли в нашей жизни. Деньги, машину, дом. Опоздали на автобус, опоздали на самолет, на аппетит. В этой жизни еще что-то можно реально изменить. Но когда придет Иисус Христос, ничего невозможно изменить. бесполезно падать на колени, бесполезно каяться, даже бессмысленно, я бы сказал. А что делать нам? Потому что Бог, когда еще были мы грешники, имел план послать Иисуса Христа. И мы прочитали к Тимофею, хочет, чтобы все люди спаслись. Но все люди не спасутся. Потому что не все хотят спастись. По той простой причине, что не всегда Слово Божие работает в них. не всегда работает не всегда Христос человек читающих тех душах, которые читают Писание, те, которые слушают Писание. И было прочитано тоже послание филиппийцам, то место, с которым мы берем 12-й основной стих, «Итак, возлюбленные мои, как мы всегда были послужены не только присутствие моё, но гораздо более на него вреднее отсутствие моё, со страхом и трепетом совершайте своё спасение». И теперь я обращаю наше внимание на 13-й стих. «Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть Бог что-то хочет. И мы живём во плоти, нам нужно кушать, нам нужно одеться, нам что-то нужно в этой жизни. Об этом идёт ли речь? Надо одеться, надо, надо обуться, надо, надо кушать, надо. Это наши плотские желания. Но об этих ли плотских желаниях говорит апостол Павел Филиппийцов, что Бог делает нас эти желания? Написано, что плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Так какие же Бог или Иисус Христос или Дух Святой делает хотение? Чтобы Христос делал во мне что-то, я этого должен хотеть сам. Я должен хотеть, чтобы Иисус Христос был во мне. Если я хочу, чтобы Иисус Христос был во мне, я это должен хотеть. Если я хочу, чтобы Дух Святой что-то делал через меня, я это должен хотеть. Не обуться, не одеться, не кушать. Мы начинаем собрание молитвы, заканчиваем, перед едой молимся. Правильно? Правильно. Нужно? Нужно. потому что так надо. Так нас учат Священное Писание. Я хотел бы задать нам вопрос, чтобы каждый себе ответил из нашей христианской жизни. А бывала ли тебе, дорогая душа, когда ночью ты просыпаешься беспричинно? Бессонница вроде, да? Приходит душа помолись. непростое желание, что такое просто, что надо кому-то покушать, одеться, помолись, душа. Возникает вопрос, за кого, почему? И это непростое желание. Это не так, как рядовое или регулярное надо, что-то сделать, надо помолиться. Это сильное желание, это сильное побуждение. То есть Дух Святой, Бог, через Духа Святого побуждает тебя молиться за определенную нужду, за определенного брата, за определенную сестру. И очень правильно, если ты склоняешь колени, это молишься. Это очень сильное желание, это сильное хотение. Опять повторяем, не так, когда мы начинаем собрание или заканчиваем. Но если это желание я или ты не исполняешь, возможно, оно не повторится. Это значит, что ты отвергаешь волю Божию. Но если ты сразу склоняешь свои колени, возможно, ты не знаешь этого брата, сестру, возможно, знаешь, возможно, ты слышал сегодня в нуждах эту проблему, эту нужду. Бог в своей воле решил использовать тебя, чтобы ты удостоверил за эту душу. Хорошо, что если это желание есть. Это желание недолго. Когда первый раз это желание у меня прошло, я понял после. Я уже молился, но не было той силы, не было того желания. Я понял, что время ушло, я просил Бога, чтобы больше так в моей жизни не повторилось. И это было, слава Богу, не один раз. Один раз во время работы пришлось сильное желание помолиться за одного брата, за одну семью. Я не понимал почему. Молись душа за эту семью. Я молился, вы знаете, пришла суббота, я спрашиваю брата, тебе все хорошо? Говорит, хорошо? У тебя проблемы на работе? Нет, в семье все хорошо. Хорошо? Говорю, брат, вот у меня было сильное побуждение молиться за тебя. Он говорит, слава Богу, мне все хорошо. Но я не знаю, почему меня Бог среди работы побудил этим сильным желанием молиться за эту семью. Это сильное желание. И когда приходит это сильное желание, надо вставать на колени и молиться, ходатайствовать. Бог что-то хочет сделать этой душе, за которую ты молишь, ходатайствуешь. Возможно, ты услышал брат, сестра больная, ну надо посетить в больнице или на дому, ну надо, так нас учат Писание, так и надо братья с кафедрой объявлять, надо посещать, чтобы исполнить Писание. А когда к тебе пришло это желание, сильное желание, я бы сказал, даже страстное желание, недолго думай. Кончилось служение, сходи в магазин, купи, обчиски, цветы, поди к этой душе. Возможно, эта душа тебе не симпатична. Возможно, ты твой недруг, но раз Бог понуждает, делай это. Это говорит о том, что Бог через Свою Духость работает тебе, потому что это хотение Бог производит. Я задаю вопрос, а если нет во мне Иисуса Христа, если во мне нет Духа Святого, будет ли Он производить эти правильные желания, эти правильные хотения? Они недолгие. Писание говорит, разве вы не знаете, что вы есть храм Духа Святого, живущего в вас? Я задаю вопрос, а мы знаем? Теперь, если брат Володя сидит впереди меня, я спрошу его, брат Володя, знаешь ли ты, что я живу в твоем доме? Брат Володя мне скажет, я знаю, что ты не живешь. И правильно ответит. Я или каждый из нас должен знать, живет ли во мне Дух Святой. Возможно, что я говорю, говорю, но я говорю, к сожалению, у меня возникли во время проповеди на прошлой субботе. Не очень утешительный вопрос. Разве мы спокойно относимся к нашему спасению? если в нашем сердце нет Христа, таких горячих побуждений к молитве не будет. Если нет горячих страстных побуждений посетить нуждающегося больного или что-то похожее, в нашем сердце нет Иисуса Христа. А как Он будет в нас? Я спрашиваю одну душу. Скажи, Иисус Христос является твоим личным спасителем? В ответ спаситель мира. Да, я согласен. Я дорогая душа спрашиваю, я знаю. Иисус Христос является спасителем. Я спрашиваю тебя конкретно, является ли Иисус Христос твоим личным спасителем? Ответ не знаю. Страшно с меня слышать было. Я задал следующий вопрос. Дорогая душа, как ты участвуешь в Чаше Господней в воспоминаниях смерти Иисуса Христа? Я хотел бы, чтобы мои слова, не мои слова, те вопросы, которые я задал, были бы предупреждением каждому из нас. Является ли Иисус Христос нас? Ибо, участвуя в воспоминании смерти Иисуса Христа, когда Иисус Христос не является моим личным спасителем, это опасно. хорошо, хорошо, что еще сегодня есть лето благоприяльное, хорошо сегодня, что это время продолжается, но, увы, не всегда так будет. Так, опять я задаю вопрос своей темы, если не спасение, то что? А я прочитаю, что тьма внешняя, гена огненная, мука вечная, огонь вечный, смерть вторая, вечное поругание и посрамление, одним словом, погибель. Я бы не хотел этого никому из нас. Пока лето было приятное, пока не пришла жатва, пока есть время понять, что пролитая кровь на Голосковском Христе это святыня. Я читаю еще место в Священном Писании, послание к Евреям, 10 глава, 28-29 стих. Если отвержишься законом Моисея при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, неблагословению, смертью, только тяжему думаете наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за себя той кровь завета, который осещен и Духа благодати воскребляет. Я задаю вопрос из вышесказанных слов. Участвуя в чаше вспоминаниях Иисуса Христа и непризнания Иисуса Христа своим личным спасителем что это? Непопирание ли? Или непочитание за святую кровь Иисуса Христа? Я не хочу погибели никому. Я думаю, каждый хочет себе спасения. Сегодня это возможность подумать, кто для меня является Иисус Христос. Напоследок читаю Откровение 3 глава 20 стих. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечеря с ним и он со мною. Аминь. Преклоним колени. Аминь.